МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. И вместе со мной сегодня работает оператор Степан Пепеляев. Наша почта принесла очередную партию симпатичных телевизических кадров дня. С них и начнем. Вот фотография от Елизаветы Волеговой. Продам одежду для мальчиков известных марок. Мальчики известных марок. Это как вообще? А вот этой фотографией порадовал Владислав Глок. Кризисный ломбард или антикризисный. Но, наверное, единственный в Перми, где можно заложить колбасу. Синоптики не обманули. Действительно похолодало, действительно полетели белые мухи. И тем приятнее порадовать вас кадром дня от дежурного по городу. Посмотрите внимательно. Вот на клумбочке. Подснежники. Самые первые в этом году. Да, всего один единственный кустик. Зато самые первые. И, кстати, в центре города. Судя по лежащим на пешеходке ледяным глыбам, снег с крыши вот этого домика по шишке на девять уже сходил. Но не весь. Если посмотреть на крышу, то понимаешь, здесь надо кругами обходить, либо каску надевать. Несколько весьма тяжелых и увесистых ледяных монолитов готовы свалиться проходящему на голову буквально каждую секунду. Повторим адрес. Шишкино, девять. Как известно, 2017 год – это год экологии. Именно ему посвящена выставка «Животный мир Прикамья», открывшаяся в выставочном зале Кировского района на Шишкино-3. И здесь можно узнать много интересного про звериков и птиц, населяющих Пермский край. Ну, вот, например, хомяк обыкновенный. Он весит примерно 400 граммов. А вы знаете, что он может набить за щеки 200 граммов зерна, то есть ровно половину от собственного веса. Здесь вы увидите птичку-водолаза Аляпку и самого маленького хищника в мире – зверька по имени Ласка. В общем, любуйтесь, интересно. Здесь представлены работы известного художника-таксодермиста, зоолога. Это известный учитель Пермского края из села Буб. Замечательный человек, художник Чебыкин. И вот нам предоставили эти чучела. Мы очень рады этому, потому что часть чучел привезли из Сивенского музея, а часть – непосредственно из коллекции школы из села Буб. Вот таким увидела очередной обычный день Перми и Пермяков съемочная бригада дежурного по городу. На этом Игорь Гиндис и Степан Пепеляев заканчивают свою работу. Нам остается только напомнить вам телефон нашей информационно-справочной службы 263300. Сайт в интернете – refei.ru. И, конечно же, заглядывайте в нашу группу ВКонтакте. Ждем с нетерпением. Завтра увидимся. А на сегодня все. Спасибо. Удачи. Пока.